Вода не опасна. Администрация города Владимира отреагировала на сообщение о плохом качестве воды. Напомним, жители областного центра, у которых водопроводная вода из Нерлинского водозабора, с 11 декабря жалуются на резкий запах воды из крана. Владимирский водоканал заявил, что в реку Нерлин был совершен сброс органических веществ. Но сейчас качество воды не внушает опасений. Лаборатория водоканала делает контрольные пробы воды ежечасные круглосуточно. Специалисты проверяют химический и бактериологический состав воды. Никаких расхождений с предельными параметрами нет. Владимир водоканал еще позавчера, как только мы получили первые сигналы, обратился в надзорные органы. Это прежде всего управление Росприроднадзора. Надзорных органов очень много. Пусть они займутся своей прямой обязанностью. И в рамках своих оперативных мероприятий у них достаточное и оперативного инструментального контроля выяснят вообще, был сброс в реку Нерлин каких-то нечистот или не было этого. И пусть нам и с жителем города Владимира прежде всего дадут полную исчерпывающую информацию. При этом Владимирцы и сегодня продолжают жаловаться на специфический запах воды. Роспотребнадзор уже опубликовал первые результаты проб из Нерлинского водозабора. Никаких превышений органических загрязнений и присутствия нефтепродуктов не обнаружено. А вот органолептические показатели превышены, поэтому владимирцы чувствуют запах. Роспотребнадзор рекомендует использовать для приготовления пищи бутилированную воду и отставиваясь водопроводную для купания. Особенно маленьких детей. Мэрия проинформировала школы и детсады, что по заявкам учреждений может привезти воду из Судоготского водозабора. Она по всем показателям соответствует норме. Сейчас по заявкам наших детских садов и школ всего таких заявок поступило 20. А вы знаете, что у нас порядка 150 общеобразовательных и дошкольных учебных заведений. Вот они снабжаются водой, которую подвозят Владимир Водоканал для приготовления пищи. Более того, комбинат питания «Сунгирь», который обеспечивает приготовление пищи для наших общеобразовательных учреждений, он тоже сейчас пользуется водой из Судоготского водозабора.